друзья приветствую всех на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки долгожданная среда друзья это значит то что сегодня после двух дней заседанием будут подведены итоги последнего месячного курса денежно-кредитной политики американского регулятора сегодня мы узнаем обновленные параметры этой политики процентную ставку и отдельные нюансы действующих инструментов стимулирования прежде всего программа количественного смягчения я друзья являюсь одним из немногих трейдеров которые считают что сегодня американский регулятор пойдет на дополнительное смягчение монетарной политики и ранее я обозначал несколько сценариев которые могут лечь в основу потенциальных изменений это либо продление срока в действие текущей программы количественного смягчения первый сценарий второй сценарий увеличение объемов этой программы и третьих сценарий фрс может изменить состав тех облигаций которые он продолжает покупать любое из этих решений может быть даже будут комбинированные варианты они в целом должны привести только к одной реакции нормальной реакции доллара на происходящее это его еще большего ослабления на данный момент друзья мы продолжаем следить за тем что происходит с долларом 90 33 это котировки по индексу американской валюты и что можно сказать то что доллар все дешевле с каждым днем впереди мощная поддержка чуть выше 88 это минимум по моему со февраля 2018 года и этот уровень мы должны пробивать друзья это как бы на цель экстра ближайшая цель конечно же круглая психологическая 90 пунктов и если мы ее достигнем это будет большой победой потому что напомню друзья индекс доллара мы стали продавать тогда когда он был еще очень и очень дорогим что касается других водных которые сейчас нужно использовать в трейдинге особенно если вы делаете акцент на снижение курса доллара очень много друзья традиционно говорим о новых мерах экономического стимулирования сша причем мы соотносим вот эти меры поддержки не с действиями американского регулятора с тем что должен сейчас сделать конгресс сша все вы прекрасно помните уже три месяца мы обсуждаем разного рода и объема на программы бюджетной помощи были цифры 1 и 4 триллиона долларов потом полномерно мы снижались до 1 и 2 1 и 1 миллиона последние инициативы двухнедельной давности это 908 миллиардов долларов средства которые должны помочь американской экономики в условиях сохраняющегося негативнейшего влияния к вида на все сектора американской экономики а то что с коронавирусом штатах а я думаю друзья вы все прекрасно знаете давненько мы не делали отсылку на статистику исследовательского центра джона хопкинса посмотрите не поленитесь вы убедитесь в том что рекордные показатели кстати говоря чтобы далеко от к вида не отходите в европейских странах в чехии нидерландах франции германии фактически жесточайшие сейчас локдаун и карантинные меры точно такие же которые были приняты в начале двадцатого года ситуация на время идет друзья неделя за неделей месяц за месяц но под закрытие двадцатого года мы к сожалению констатируем лишь тот факт что ситуация усугубляется да на рынках появилась вакцина до препарата от файзер и даже модерны от файзер уже одобрила на комиссии из сша который следит именно за качеством и эффективностью лекарственных препаратов но мне кажется это не настолько мощный позитив чтобы мы могли сейчас закрыть глаза на то что происходит с к видом конечно же дай бог чтобы все было хорошо и чтобы эта вакцина получила максимально широкое распространение в кратчайшие сроки но все мы с вами реалисты друзья и прекрасно понимаем что даже при самом оптимистичном сценарии вакцина дойдет до своего конечного получателя только ближе к концу двадцать первого года пока что друзья есть то что есть статистика в штата которую мы ранее разбирали вопит буквально о том что все плохо частности это видит и конгресс после того как состоялось голосование коллегии выборщиков в начале этой недели вы знаете что президентом сша официально объявлен джо байден это уже без каких-либо сомнений и вот удивительно что после того как всем стало уже очевидно что байден президента наконец-таки лидер большинства в сенате меч макконнелл который вставлял палки в колеса а мера к мерам экономического стимулирования дал добро на прохождение законопроекта на последующее обсуждение очень много хитрости сейчас а в конгрессе поскольку раньше мы помним были определенного рода препятствия на согласование фонда даже на 908 миллиардов долларов сейчас пошли чуть дальше исключили из этого фонда статьи которые вызывали больше всего вопросов и сократили первый транш финансовой помощи для американской экономики до 750 миллиардов долларов и друзья сегодня мы с вами ждем не только потенциальных решений по смягчению монетарной политики от федрезерва сегодня конгресса в очередной раз будет обсуждать новый проект и если решение будет положительным общее солидарное то соответственно под закрытие текущей торговой сессии мы в принципе можем получить двойной удар для доллара и наконец-таки дожать американскую валюту ниже 90 на пунктов не забывайте то что испокон веков скажем так для нашего анализа мы ориентировались на то что доллар должен ослабнуть под давлением мягкой монетарной политики федрезерва и новых мер экономического стимулирования от конгресса и так уж совпало что сегодня два этих новостных фона сойдутся воедино мы следим за развитием событий и ждем что американская валюта станет еще на слабее золото 1855 друзья если будет принят мир пакет экономических стимулов золото улетит в районе 1900 долларов за тройскую унцию и при таких темпах и при дальнейшем развитии восходящего ралли концу двадцатого года золото реально может добраться до 1950 или вероятно даже повыше австралиец покупках 075 50 друзья зарабатываем на этой инвест идеи я думаю что он роста продолжится на том локальном оптимизме который сейчас на финансовых рынках присутствует ведь трейдеры верят то что в случае принятие мер экономического стимулирования это точно улучшить перспективы мировой экономики то есть здесь и факт общих рыночных настроений позитивных и еще логичное ослабление курса доллара короче риск только лишь вверх новозеландец тоже в покупках 071 друзья цель 072 фунт пока нет новостей по брекзиту вроде бы как и позитив есть потом этот позитив нивелируется и британская валюта показывает как и ранее последние месяц безумную волатильность в рамках одного торгового дня евро против доллара 12162 друзья только покупки мы ждем сегодня не только снижение курса доллара но еще и мощной поддержки для другой основной нашей идеи у нас как бы два ключевых трейда сейчас идут в связке это индекс доллара его снижение и покупка евро доллара в общем при тех сценариях и их реализация которая обозначила в отношении доллара евро реально улетит выше отметки 122 и тут напоминаю про кучу целей от инвестбанков если мое мнение вам особо не важно цели разные 125 127 видел даже значение 130 нам нужно поскромнее конечно будет круто если доберемся до уровня 1.23 1.24 черное золото 50 62 здесь аномальный рост друзья продолжается с начала этой недели было еще несколько мощных фундаментальных триггера для снижения котировок черного золота во-первых опек пересмотрели прогноз спроса на нефть даже в двадцать первом году спрос не вернется к уровням девятнадцатого года международные антические агентства отметили то же самое запас от американского института нефти растут плюс 2 миллиона баррелей сегодня 1830 также запасы уже от официального ведомства точно будет прирост ну я боюсь что и на это тоже рынок не отреагирует локальным оснижением но в целом с каждым днем поводов для коррекции и фундаментального обвала все больше и больше рано или поздно друзья это произойдет на этом собственно все хорошие вам торговой сессии всем пока